Вот уже можно сказать, что середина лета. В это время одни культуры у нас на огороде еще вовсю продолжают расти, а у других урожай уже полностью созрел и готов к уборке. И поэтому я сегодня хочу сделать краткий обзор огородных дел на июль месяц, чтобы, воспользовавшись им, нам ничего не забыть и вовремя произвести основные работы в саду и огороде. И начну я с того, что в это время еще вполне можно сеять любые скороспелые культуры. Это абсолютно всю зеленку, любые сорта салатов, шпинат, крес-салат, кинзу, рукколу. Ведь им, чтобы вырасти, нужно всего лишь около месяца. А так как в июне я уже собрала свой первый урожай укропа и петрушки, то их сейчас тоже можно сеять повторно. В этом году я выращиваю такой очень хороший укропчик, называется филигрань от фирмы Ваше Хозяйство. Это холодостойкий и сильно растущий сорт с ранним сроком созревания. У него от всходов до урожая проходят всего лишь полтора месяца. И так как у него длительный период хозяйственной годности на зелень, то он подходит для многократной срезки. И порой даже такое ощущение, что чем чаще обрываешь веточки, тем быстрее растут новые. А еще этот укроп устойчив к засухе. И благодаря тому, что в нем очень много эфирных масел, он очень ароматный. Такой прям настоящий деревенский укропчик. Сами растения у него компактные, высотой сантиметров 30, с такой густющей листвой и сочными нежными темно-зеленого цвета веточками. А сеять его можно либо понемногу все лето с интервалом в пару недель, и тогда он никогда не будет пропадать со стола. Но я предпочитаю сеять его сразу полную грядку в несколько этапов. И поэтому сейчас посею его вновь, чтобы к концу сезона получить второй массовый урожай. Поэтому я всем рекомендую этот укропчик. И ссылку на сайт производителя, где и можно приобрести его семена, оставляю в описании к видео. А вот что касается овощей, то тут дела обстоят так. Сейчас в июле световой день немного будет сокращаться. И это очень хорошо для растений короткого светового дня. Например, для редиса, редьки, дайкона. Так как в июне из-за долгого светового дня они часто переходят к этапу размножения и уходят в стрелку. То же самое относится и к пекинке. Это самая быстрая из капусты. И ей в среднем на созревание нужно полтора-два месяца. И точно такой же короткий световой день, не длиннее 12 часов. Поэтому июль самое подходящее время для второго, то есть уже летнего срока ее посева. И так как я уже посеяла ее семена на рассаду, то примерно во второй половине июля высажу ее на грядку. Далее в середине лета убираем ранние сорта белокочаны, цветной капусты и брокколи. И также освобождаем грядки после ранних сортов картофеля, лука и чеснока. И прямо на эти свободные грядки, как сменную культуру, можно сеять зеленый горошек, бобы или фасоль. Более того, именно в июле, казалось бы, так поздно, некоторые огородники предпочитают высевать морковь и свеклу. И делают они это с тем расчетом, чтобы к моменту поспевания корнеплоды не перерастали, а вырастали как раз-таки средней величины. Ведь при весенних посевах они готовы уже в середине августа, а в это время в подвалах еще тепло. И корнеплоды бывает даже, что прорастают и увядают. А если посеять их сейчас, то тогда они будут готовы в сентябре. И тогда их можно будет собрать из земли крепкими, непроросшими и сразу же убрать на хранение в прохладные погребки. Тут же напомню, что в начале июля можно высаживать рассаду огурчиков на второй оборот. Сейчас в середине лета погода уже стабильно теплая по сравнению с весной. И поэтому их можно сажать прямо без укрытия в открытый грунт. И для этого как раз-таки подойдет такой всеми любимый способ выращивания огурцов, как елочкой. Ссылку на видео, где я подробно описывала этот способ, оставлю в описании. Только напомню, что для второй посадки нужно выбирать уже ранние сорта. Далее. В это время у нас уже отошел урожай клубники. И поэтому во второй половине лета самое время укоренять усы. Тогда буквально в начале августа их можно будет высадить на новую грядку с плодородной землей. Ну и в завершении напомню, что для того, чтобы второй урожай уродился хороший, нужно обязательно подкармливать растения. Ведь первая посадка уже забрала из земли добрую часть питательных элементов. А для того, чтобы оба урожая успели созреть в условиях не слишком-то длинного лета, то использовать нужно только скороспелые сорта. Тогда и место для повторной посадки освободится раньше. И растения точно успеют вызреть и дать урожай до наступления осенних холодов. Спасибо за просмотр. Ставь палец вверх. И обязательно подписывайтесь на мои каналы на других площадках. Ссылки на них я оставлю в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok